Музыка До сих пор плавающий Кочеровский парк, неожиданно возникший вопрос о капремонте постамента у памятника Ленина и почти домученная подрядчиком сцена на театралке в город, проверили на готовность к 9 мая. 65 случаев укусов и чаще всего в пригороде и на кладбищах. Роспотребнадзор отчитался о новых цифрах по клещам, а в администрации решили только сейчас начать обработку парков и скверов. Музыка Жители Кирова жалуются на огромные стаи опасных грызунов, которые свободно передвигаются по городу. Так большая крысинная свора поселилась на перекрестке улиц Делендяева и Азина. Музыка Ничуть не прихотливый газик и дотошное отношение к покраске 401-го москвича. Перед тем, как выехать на парад ретро-автомобилей, коллекционер показал нашей съемочной группе свои экспонаты, полностью восстановленные. Музыка Посмотрите информационный канал «Город». Мы расскажем о главных событиях вторника, 8 мая. В студии Оксана Ковтюнянка. Здравствуйте. До сих пор плавающий Кочуровский парк. Неожиданно возникший вопрос о капремонте постамента у памятника Ленина и почти домученная подрядчиком сцена на театралке, которой уже завтра принимать первый большой праздник. Город проверяют на готовность к 9 мая и сразу немного ко дню города. Вопросов к основным точкам мероприятий немного, а вот на некоторых площадках в районах города работы и претензий достаточно. Там длина, конечно, но это равно на полгода. Иметь, ну, в общем, я вам сказал, пожалуйста, сделайте нормально. Да, да. Потом решено. Кочуровский парк встречает комиссию не очень праздничным видом, хотя на завтра здесь запланировано сразу несколько мероприятий. Вода до сих пор не ушла, в грязных болотах продолжают плавать деревья и даже уточки. Вместо газонов месиво из глины и грязи. Здесь же торчат саженцы, которые вряд ли когда-то вырастут. Я предлагаю три сметы здесь. Все посмотрим, как положено. Нет, ну, просто вот гарантийные работы. Что мы видим сегодня? Мы видим плечины, мы видим непроведенные планировочные работы и высаженные в нераспланированный участок саженцы. Изымаем это из сметы, если нужно, в сутки давайте. В любом случае все это все должно. Планируйте торс, чернозем, ямы, деревья. Все их положено, потому что что-то такое. Как оно выросло, оно не выросло. Люди сажали, саживаются в лужи. Где голова? Пока комиссия решает, что дальше делать с подрядчиком и как вернуть часть денег, заплаченных за такое, рабочие в парке что-то спешно закапывают. Как оказалось, прячут остатки больших камней и кирпичей под землей. С территории вывозят только очень крупные камни. Сколько умираем, сколько прячем. От чего прячете-то? От чего? От глаз комиссии, что ли? От глаз комиссии. А, то есть вы, короче, их берете, присыпаете, да? От глазу убираю. Травка все равно вырастет. А что-нибудь воздействует? Подогнали машину. Сейчас пока еще как вывезли. Сейчас все здесь сырое, все. Сырое для зме. Из-за неоконченных работ в Кочаровском парке до сих пор не могут включить фонтан. В лучшем случае заработает только ко дню города. Перемышки, ну вот методические. Раз, два. Три, четыре. Поскольку все равно там леса будут демонтировать, доски убирать, пусть подкрасят белой краской вот с этой стороны. Стелла в парке Победы тоже еще в стадии капремонта. К 9 мая элементы, которые выглядели хуже всего, привели в порядок. Все остальное будут доделать уже после Дня Победы. Из-за работ в этом году вокруг огня не стали высаживать цветы. Постаменты под военной техникой должны привести в порядок ко дню города. Подход к вечному огню по Московской укладывают свежим асфальтом. Улицу Казанскую делать к 9 мая не будут. Ее ремонт идет по программе «Безопасные и качественные дороги». Но обещают к завтрашнему дню привести в порядок, чтобы люди смогли идти по ней спокойно. Давайте посмотрим, что наделали на площади. На театральной площади почти все готово. На сцене монтируют звук и свет. К вечеру появятся большие экраны. Для 9 мая уложили асфальт. Ко дню города здесь появится брусчатка. Дано поручение посмотреть совместно с археекторами нашими, как мы можем саму театральную площадь преобразить. Потому что много было предложений, там брусчатку ее одеть. Сегодня речь идет хотя бы о ремонте асфальто-бетонного покрытия. Но посмотрим им брусчатку. Просто вопрос целесообразности. Площадка возле Ленина тоже нужно ее подновить. Но я думаю, что это уже в 19-м году будет заниматься. В этом году нужно почитать, сколько это будет стоить. Потому что у нас совсем уж грустный вид. К празднику большие ямы и трещины в асфальте заделали. В четверг по площади на генеральной репетиции уже отшагали участники парада. До 9 мая подрядчиков и руководителей теруправлений просили не расслабляться. К утру, чтобы город был готов к празднику. По второму разу шампунем мыть улицы, постаменты и памятники будут этой ночью. Ксения Зиновьева, Никита Рябинков, информационный канал «Город». Напомним, что основные праздничные мероприятия в городе начнутся в 10 часов утра. На театральной площади пройдет торжественное прохождение войск Кировского гарнизона. Пройти на него можно только по пригласительным билетам. Потом участники парада направятся к вечному огню. А уже в 12 часов возле сцены начнется акция «Бессмертный полк». В этом году она пройдет отдельно. Никаких проходных и пригласительных для участия не требуется. После всех официальных мероприятий праздничные площадки будут организованы во всех районах города. На сцене театралки до вечера будет идти концерт. В гости пригласили вокальный коллектив из Перми. На набережной Грина пройдет фестиваль вкуса. Кафе будут угощать военной кухней. В сквере борцов революции пройдет выставка военной техники. И, как всегда, будет развернута полевая кухня. С 9.10 утра по городу начнет курсировать ретро-троллейбус Победы. Его маршрут пройдет через Октябрьский проспект по улице Карла Маркса, Профсоюзной, Ленина, Воровского, проспект Строителей. Потом через площадь маршала Конева, к ЖД вокзалу и по Октябрьскому проспекту. Проезд на нем будет бесплатным. В 10 утра от площади маршала Конева стартует пробег ретро-автомобилей. Водителям напоминают, что 9 мая из-за праздничных мероприятий будут перекрыты некоторые участки дорог. Больше всего это коснется центра города. Некоторые отрезки будут закрыты для движения с утра и до вечера. Закончится День Победы фейерверком на Театральной площади в 22.00. 65 случаев укусов и чаще всего в пригороде и на кладбищах. Роспотребнадзор отчитался о новых цифрах по клещам. А в администрации решили только сейчас начать обработку парков и скверов. Первым на очереди стал парк Камминекирово. Территорию обрабатывают специальным раствором. Специалисты утверждают, что он безопасен для людей, домашних питомцев. То есть сразу после парка можно пользоваться. Обработать рабочие должны всю траву и кусты. А вот по мнению гуляющих, обрабатывать от клещей парк нужно было раньше. Еще раньше надо было обрабатывать, естественно. Раньше? Конечно. Как только снег сошел, надо было обрабатывать. Ну, наверное, в апреле, когда только начинается таяние снега и появляются первые укусы. Пораньше надо было. Потому что все равно погода-то уже давно теплая как бы стоит. А сейчас уже давно тепло. Клещи-то, мне кажется, давно уже активизировались. Несмотря на то, что клещи наиболее активны в первые три недели после того, как растаял снег, в администрации решили с обработкой не торопиться. Там говорят, что опрыскивать парки и скверы в самое время именно сейчас якобы только теперь позволяет погода. Так как у нас погода нам немножко не помогла, как вы знаете, 22-го числа был зеленый снегопад, поэтому пришлось двинуть сроки обработки. Ну, вот сейчас погода благоприятствует, поэтому проводим первый раз в этом году коллицидную обработку. Повторная обработка в парках и скверах Кирова будет еще в июне, ориентировочная перед днем города. Правда, вероятность того, что клещ может укусить в уже опрысканных местах, все же есть. Эффективность антиклещевого раствора 95%. Поэтому специалисты советуют пользоваться собственными спреями от клещей и осматривать себя на природе каждые 20 минут. Кстати, в Роспотребнадзоре отчитались, что в области зафиксировано уже 65 случаев укусов. Один человек заболел барелиозом. Чаще всего кировчан кусают в пригороде Кирова, в Субботе, Хиганино, Ленгасово и на Макаринском кладбище. Кировские бюджетники стали обходиться казне дороже на целых 100 миллионов рублей. 9 мая общественный транспорт будет работать по измененному расписанию, чтобы перевозить ожидающих к местам захоронения. И в бессмертном полку можно принять участие даже без фотографий героя. Подробности далее наш эфир продолжает рубрика «Короткой строкой». 9 мая в Кирове организована перевозка людей к местам захоронений на общественном транспорте. До Макаревского кладбища автобус поедет от профсоюзной в районе 78-го дома, до Филейского кладбища от площади 20-го портсъезда в районе дома на Ленинградской 2, а до Федиковского кладбища можно добраться с улицы Парковой в Нововятском районе. Автобусы будут отправляться оттуда в 8, 10 и 12 часов дня. Расходы на содержание муниципальных работников в Кирове выросли на 100 миллионов рублей. При этом их численность сократилась на 350 человек, отчитались в Департаменте финансов Горадминистрации. Вместо прошлогодних 800 миллионов рублей содержание городских бюджетников теперь обходится в 917 миллионов. В ведомстве сразу добавили, что речь идет не о чиновниках. Последние, по их словам, подорожали только на 2 миллиона. В акции «Бессмертный полк» в этом году примут участие 6 тысяч человек. Такую цифру назвали организаторы, уточнив, что количество участников по сравнению с прошлым годом почти не изменилось. Пригласительных для участия в этом году не будет. Строгих правил по поводу оформления штендеров тоже. В полку можно пройти, даже если в семье не сохранилось фотографии фронтовика, достаточно написать имя и фамилию героя. Полевая кухня, целый арсенал оружия и даже БТР. Сегодня в Уфсин по Кировской области прошло торжественное мероприятие ко Дню Победы. На него были приглашены ветераны управления, сотрудники и дети. Для самых маленьких приготовили экземпляры оружия Второй мировой и более современные единицы. Можно было обо всем спросить у настоящих сотрудников спецназа и даже потрогать автоматы. На полевой кухне угощали фронтовой кашей и чаем. Сейчас привемся на короткую рекламу. Она пройдет быстро, не переключайтесь и смотрите сразу после нее. Хотел снять квартиру в Кирове житель Пензы, а снял деньги с банковской карты. У 22-летней девушки полицейские задержали подозреваемого в дистанционном мошенничестве. Жители Кирова жалуются на огромные стаи опасных грызунов, которые свободно передвигаются по городу. Так большая крысинная свора поселилась на перекрестке улиц Делендяева и Азина. Ничуть не прихотливый газик и дотошное отношение к покраске 401-го москвича. Перед тем, как выехать на парад ретро-автомобилей, коллекционер показал нашей съемочной группе свои экспонаты, полностью восстановленные. Эти и другие новости через пару минут. Вы смотрите информационный канал «Город». Мы продолжаем. Хотел снять квартиру в Кирове житель Пензы, а снял деньги с банковской карты у 22-летней девушки. Полицейские задержали подозреваемого в дистанционном мошенничестве. Подробности в нашей рубрике «Место происшествия». Напоминаем, что материал имеет возрастное ограничение 12+. Подозреваемый заметил в интернете объявление об аренде жилья в Кирове. Мужчина узнал у хозяйки квартиры не только условия сделки, но и данные с банковской карты. Через некоторое время со счета 22-летней девушки пропали 33 тысячи рублей. Девушка обратилась в полицию. Жулика поймали. Сколько я таким образом заработал? Мало. Ну сколько мало? Ну я не читал. Там мелочь. Когда-то 10, тогда 5 тысяч. Когда-то так. Ну все тут миллионы, согласитесь? И большие деньги. Деньги сейчас где? Потратим. На штабный свои нужны. У него на квартире изъяты мобильные телефоны, а также более 100 сим-карт, зарегистрированных в различных регионах страны. Владислав во всем сознался и теперь хочет вернуть всем пострадавшим деньги. Против молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Ребенок в открытом окне переполошил улицу Комсомольскую. Днем во вторник очевидцы заметили, как раздетый мальчик открыл окно на восьмом этаже. На место сразу прибыли две пожарные машины с лестницей, полиция и скорая помощь. Впрочем, очевидцы успокоились только через несколько минут, когда ребенок закрыл окно. Жильцы отмечают, что мальчик так ведет себя не в первый раз. Лишился зуба после одного замечания – убавить музыку у желездома на улице Московской. Ночью мужчина попросил водителя «Тойоты» не шуметь, однако в итоге все закончилось дракой. Я взялся музыку, слушай, ушел, предупреждение. Они были автомобиля на этом, да? За это надо побить. Зуб убить. Ты мужик или что? Я не пойму. Чтобы инвалид в второй группе тебя побил? Спасибо. А? Спасибо. Выяснять отношения мужчины продолжили в отделе полиции. По факту шумного конфликта проводится проверка. Жители Кирова жалуются на огромные стаи опасных грызунов, которые свободно передвигаются по городу. Так большая крысиная свора поселилась на перекрестке улиц Дерендяева и Азина. Местные жители боятся выпускать на прогулку детей, да и сами лишний раз обходят места скопления грызунов стороной. Рядом с мусорными баками на Дерендяево Азина образовалась огромная свалка. Она переходит на гаражи и на забор, за которым находится интернат для глухонемых детей. Здесь среди куч мусора днем и вечером бегают стаи крыс. Они пугают местных жителей, так что те не только боятся находиться рядом со свалкой, но и не могут спокойно подойти, выбросить мусор. Родители опасаются выпускать детей на прогулку, вдруг грызуны нападут, а сами боятся, что стаи крыс вплотную перекочуют к жилым домам. Я из этого дома постоянно, нам страшно здесь ходить. Вот мусор вчера вывозили, молодые люди, доски поднимают, они вот прямо туда целыми, стадами перебегают по три, по четыре штуки. Вечером идешь, они вот тут по пять, по шесть. Большую, да, ой, ну какая крыса, 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 так громадная такая. Все время бегают, потому что они вовремя убирают баки. Крысиные стаи в Кирове не редкость. Опасных грызунов горожане уже много раз замечали у жилых домов, в парке у цирка. А недавно огромная крыса пробежала у правительства области. Люди постоянно обращаются в администрацию города с жалобами на стаи крыс у домов. В ведомстве говорят помочь, сами не могут, необходимо жаловаться в теруправление. Для этого жители должны подать туда соответствующие заявки. Правда, на быструю реакцию рассчитывать не стоит. Чтобы устранить опасных грызунов со спецрабочими, нужно заключать дорогие контракты. В зале ветераны войны на сцене представители областного правительства, ЗАГС собрания и глава города. В драматическом театре прошел праздничный вечер, посвященный 73-й годовщине Победы. Официальная часть началась с торжественного вноса государственного флага и копии знамени Победы. Слово благодарности за вклад, который кировчане внесли в Великую Победу, озвучил первый зампредседателя правительства Александр Чурин. Рассказал о том, что главная задача сохранить память о Великом Подвиге и обеспечить всестороннюю социальную защиту тех, кто является участником той страшной войны. В правительственном области принимаются все меры по дальнейшему развитию системы социальной защиты и поддержки ветеранов войны и города. Обеспечение выполнения законодательства о предоставлении вводки и гарантии других видов социальной поддержки. Продолжается работа по улучшению жречных устоев ветеранов, войны и членов седей и умерших ветеранов. Председатель Законодательного собрания Владимир Быков подчеркнул, что участников Великой Отечественности с каждым годом становится все меньше. В области осталось 656 человек. И еще 18 тысяч – тружеников тыла. И кроме них принято решение оказывать социальную поддержку детям войны. В апреле 97 тысяч человек получили этот статус. Социальную категорию ранее предложил установить губернатор Игорь Васильев. 25 апреля будет принято закон о детях войны в Кировской области. Такой категории у нас 97 тысяч человек. Из них 8,5 тысяч вообще не имеют никаких льгоров. У нас задача решить и эту проблему. Мы никогда не забудем ваш копии и на фронте, и в ТОРУ. После официальной части всем гостям артисты драмы показали концерт и спектакль, посвященный 73-й годовщине Победы. В постановке «Великая Отечественная война» показана глазами 16-летних мальчишек. От ее начала и до завершения. Ничуть не прихотливый газик и дотошное отношение к покраске 401-го. Сегодня коллекционер ретроавтомобилей показал в нашей съемочной группе свою коллекцию, которую покажет городу 9 мая. Конечно, это не все его автомобили, а только те, которые поедут в автопробег. Все подробности в сюжете. А будете вообще готовить автомобиль к параду? Начищать его? Это военная техника. Она такой и должна быть. Он ни грязи не боится и никаких поломок. Спустя годы, кажется, ничуть не устарел легендарный ГАЗ-67. Центральный экспонат в личной коллекции Николая Носова. Большой любитель ретроавтомобилей. Ежегодный участник автопробегов по случаю 9 мая. Он даже имя для своего газика придумал. Ванюша. Их называли Иван Уиллис. Я его Ванюшей называю. Прародителем этого автомобиля считается американский Уиллис, привезенный в СССР в рамках программы помощи. Сам же Ванюша с Дальнего Востока. Так получилось, что все годы войны простоял на консервации. На панели приборов значилось всего 8 тысяч километров. В Киров эта машина попала вместе с командиром Дальневосточного гарнизона. Он был кировчанин. Евгений Носов говорит, что еще не видел более неприхотливых машин. Запчасти один в один, как и от современных УАЗиков. И даже конструктивно ничего с тех пор не поменялось. Однако легким вождением она уж точно не отличалась. Коструля огромный. Как будто едешь действительно на грузовике. Но руль, скажем так, как на современной машине. То есть на движении я разницы не видел. Нет, руль вообще очень любит. Нет, тут я чуть погорячился. Ощущение непередаваемое просто. Но вылазить очень сложно. А это вторая игрушка Евгения. Москвит 401. Этот автомобиль, в отличие от многих раритетных, может ездить по дорогам общего пользования. С документами и номерами все в порядке. Он был первым автомобилем в коллекции. Чтобы собрать 401, Евгений покупал еще два донора. На восстановление ушло около трех лет. А двигатель, так получилось, случайно нашелся на Краснодарской трассе, на частной разборке. Отдельная история с покраской. Понадобилось 100 тысяч рублей и почти ювелирная работа. Когда я его взял, раза три был перекрашен. Резинки все закрашены. Ножичком все их отдирал. В данный момент коллекционер дорабатывает еще три ретроавтомобиля. Среди них Победа и так называемая Моргуновка. Таких мастеров, как Евгений в Кирове, можно сосчитать по пальцам. В их общей коллекции наберется десятка три уже оживших исторических машин. Весь автопарк автомастера пообещали показать когда-нибудь в следующие годы. А в этом на параде раритетных авто покажут только то, что на ходу. Но легендарный Газик и 401-й Москвич уже по традиции выйдут на улицы Кирова 9 мая. Парад ретроавтомобилей начнется в 10 утра на Коневской площади. Константин Кузнецов, Илья Акатьев, информационный канал «Город». Таким был этот вторник, 8 мая. Если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала «Город» по нашему телефону 47 0706. Также, если вы стали очевидцем каких-либо событий, рассказывайте о них в нашей группе ВКонтакте. Она называется «Новости Кирова, первый городской канал». Новости там появляются гораздо раньше телевизионного выпуска. На этом все. В студии работала Оксана Ковтуненко. Увидимся в городе.